В студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства «Россия сегодня». Вероника Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Ну что, американский близкрик против России, можно сказать, провалился, и теперь наступает такая затяжная политическая позиционная война. Все-таки указать России ее место, место региональной державы, которая находится в неком косвенном подчинении у Запада, наверное, это не удалось. На протяжении нескольких лет мы видели вот эту деградацию российско-американских отношений, и сейчас, видимо, уже мы видим попытки Соединенных Штатов перевести конфликт в фазу такой острой конфронтации. Причем, наверное, не только политической, но, возможно, и военной на полях Сирии. Насколько далеко Америка сейчас готова зайти? Действительно, вы правы в том, что сегодняшний момент в некоторой степени ключевой, потому что отказ от мирных, от взаимодействия с Россией по мирному соглашению с сирийского кризиса может стать переходом к активным действиям. Но тут важно разобраться, действительно ли Соединенные Штаты планируют это сделать, или это только блеф для того, чтобы усилить свои переговорные позиции, для того, чтобы испугать Россию. Без сомнений, в Вашингтоне есть агрессивные круги, которые желают конфронтации, даже военной конфронтации с Россией в Сирии. Но есть и такие круги, которые совершенно не готовы и не собираются воевать с Россией. И, кстати говоря, вот та запись со встречи госсекретаря Джона Керри с сирийской оппозицией, которая стала достоянием широкой общественности, и показывает, что Керри, он говорил, что есть 3-4 человека, я один из них, которые выступали за использование силы в Сирии, но мы проиграли этот спор в администрации. То есть, интересно, вот эта запись Керри была очень говорящей. Ну, вот проект Украины сейчас, наверное, американцы немножечко так заморозили, и наступление на нас американцы сейчас, наверное, пытаются вести, ну, понятно, и в самой Сирии, и на политическом поле в Организации Объединенных Наций. Вот, скажем, опять продавливается идея лишения права вета некоторых членов СовбезООН. Ну, понятно, кто имеется в виду. Мы и китайцы, кто может заблокировать любое решение США и их союзников. И мне кажется, в ближайшее время мы увидим такое беспрецедентное давление Соединенных Штатов и их сателлитов на Организацию Объединенных Наций. Я поясню еще, ради чего это давление может оказываться, это мое мнение. Вот, посмотрите, ведь в Сирии США находятся на абсолютно незаконных основаниях. Акт агрессии против правительственных сирийских войск – это фактически те же самые действия, что осуществляют террористы исламского государства. И эти действия американских военных заслуживают международного трибунала. Керри в одной беседе сам признал, что американцам не хватает юридических оснований для присутствия в Сирии. Так вот, сейчас, мне кажется, очень остро необходим мандат ООН для того, чтобы осуществлять свои операции на сирийской земле. И на ООН сейчас будет оказываться очень сильное давление. Вы совершенно правы, когда ставите в одном предложении Украину и Сирию. Да, Украина представляет собой западный фронт России, с точки зрения России. А Сирия – это дальние рубежи Южного фронта России, против России. Именно так сегодняшняя ситуация рассматривается и в Вашингтоне в том числе. И это военно-политическое давление на Россию, конечно же, будет, скорее всего, возрастать. Однако ООН – старейшая международная организация, где Советский Союз и в свое время, и Россия сегодня и играют ведущую роль, где есть и Китай, и другие страны, которые нас активно поддерживают. В ООН я не могу себе представить таких обстоятельств, которые бы позволили Соединенным Штатам и их союзникам лишить Россию, Китай права вета. Хорошо, американцы могут оказывать достаточно сильное давление на ООН с целью, скажем так, закрыть воздушное пространство над сирийской территорией. Американские аналитики военные сейчас рассматривают несколько сценариев, как будут дальше развиваться эти действия. Например, они закрывают небо, соответственно, они развязывают руки террористам, как это уже сейчас происходит в Алеппо. Закрытое небо означает, что сирийская армия не может действовать. Российские ВКС не могут поддерживать сирийскую армию. И получается, что любой взлетевший самолет будет сбит американцами. Плюс они очень сильно рассчитывают на свои рапторы, на самолеты, которые могут подавлять передний фронт российских ПВО. Такие сценарии буквально описываются в американской прессе. Вот такой военный сценарий американцы просчитывают всерьез? Нет сомнения, что американские военные, конечно же, просчитывают вот такие сценарии и осуществляют свое планирование. Однако, несколько дней назад в Сенате Соединенных Штатов на слушаниях присутствовал генерал Данфорд, глава американского генштаба. И зашла речь как раз об установлении бесполетной зоны. И генерал пояснил сенаторам, вы понимаете, что это значит, что я должен буду сбивать российские и сирийские самолеты? И он отказался, Данфорд, насколько я помню. И он сказал, это то решение, которое я точно не собираюсь принимать. Вы политики, принимайте такие решения, но я такую ответственность на себя не возьму. Те американские военные, да, бывают и разные американские военные, которые все-таки стоят на разумных позициях, но совершенно не готовы воевать против России, даже на территории Сирии. Мы даже не рассматриваем версию столкновения Соединенных Штатов и России в других местах. Так что, без сомнения, есть разные круги в Вашингтоне. Есть круги очень агрессивные, и есть круги, которые более разумные. До сегодняшнего момента, вероятно, в ближайшие месяцы будут преобладать те круги, которые не пойдут на открытый военный конфликт с Россией на территории Сирии. Но для нас в этот промежуток перед американскими выборами открывается окно возможностей. Действительно, после выборов возможны разные достаточно агрессивные сценарии со стороны Вашингтона. Для нас важно нарастить настолько военные силы, сирийские, иранские наши в Сирии, чтобы любая перспектива бросить военный вызов России на территории Сирии была для Вашингтона невозможна. Вот поднять цену военных авантюр так, чтобы они уже точно не согласились. Вот это мы можем сделать. Благодарю вас, Вероника Юрьевна. Благодарю, Алексей. В студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства «Россия сегодня». Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства «Россия сегодня».